Агент Санчес Здравствуйте, это канал Максимадзи и мы продолжаем играть в GTA 5. И это снова обзор модов номер 2. Сегодня мы будем обозревать мод для GTA 5, он называется Open All Inventors. Открыты все заведения, здания и всё такое. Короче, после того, как мы устанавливаем этот мод на миникарте у нас, на карте точнее, не на миникарте, у нас появляются вот такие вот значки, белые. Это те здания, в которые мы можем заходить. Этот мод что из себя представляет? Он открывает те здания, Interior, Он открывает те здания, Open All Inventors, называется этот мод. Ссылка на него будет, конечно, в описании. Он открывает нам все здания, которые были важны для сюжета. Мы, и даже больше, на самом деле. Не все здания, к сожалению, работают из них, и даже всё, что работает, мы всё равно сегодня не посмотрим, но, тем не менее, мы посмотрим довольно интересные здания. Короче, Начнём давайте вот с этого, откуда мы начали. Это вот такой вот клуб. Здесь у нас камеры, конечно, стоят. Всё такое. Они здесь, они уже здесь. Они обратно вернулись, зрители, бля. Это, судя по всему, для концертов роковских. Тут и барабаны, и три микрофона стоят для бэк-вокала, видимо. Ну, и две гитары ещё. Собственно говоря. Также есть барная стойка. Но это здание не было использовано в сюжете. И, видимо, оно... Ого, тут подвал есть. Я первый раз захожу в подвал. Посмотрим, что здесь. Эта дверь заперта. А это? Обалдеть. Я сюда что-то ни разу не заходил. Тут, короче, подвал есть. В файлах игры куча было всяких зданий, которые разрабатывали разработчики для GTA 5. И вот их реализовали. Это не было в сюжете использовано. И... Ничего страшного. Так же. Короче. О, зрители... Посетителей ещё больше стало. А это... Это, короче, комната для... Кардировщика. А на втором этаже у нас... Короче, можно отсюда смотреть. Также здесь есть ещё одна барная стойка. А это, видимо, клуб... Комната диджея. Судя по всему, комната диджея. Здесь у нас что ещё находится? Здесь у нас находится выход. Запасной. Такой вот интересный клуб у нас здесь. Короче говоря. Как он называется? Давайте посмотрим. Текуи-ла-ла. Обалденное название. Очень интересное действительно название. Мы будем, конечно, телепортироваться туда-сюда. Нет, давайте другое сначала. Место рядом. Ближайшее. Сходим. Смотрим. Посмотрим. Давайте уберём оружие. Зачем оно нам нужно? Я сказал, убери оружие. В общем... Что у нас дальше? Это тоже, видимо, какой-то клуб. А может и нет. Некоторые здания подсвечиваются вот таким вот... Синеньким... Синеньким местом. Как сказать. Их можно за... Заходить. Да, это тоже клуб. Видимо, для концертов. Некоторые здания просто, короче, тп-шкаются в какое-то разделение. Короче, какое-то место за текстурами. Ну, тоже можно полазить. Правда, сюда, кроме нас, никто зайти не сможет. Ну-ка, а можно зайти в туалет? Ой! Что за ерунда? Какой-то бред. Получился. Да, некоторые здания, как вы видите, недоработаны. Давайте тп-шнемся туда. Обратно. Ладно, давайте посмотрим еще какие-нибудь здания интересные. Мы сегодня посмотрим большинство, я думаю, зданий, которые были задействованы в сюжете. Давайте посмотрим, что здесь находится. Вот это место я не помню. Туда тоже надо заходить, через этот синий маркер. Ну. Если вы хотите изучить все здания, то... Скачивайте мод по ссылке в описании. Эй, откройся. О-о-о. Это у нас что? Тут очень много зданий. Так, здесь у нас... А, я думал, все двери закрыты. Это, видимо, особняк чей-то. Жалко, что никто не сможет, кроме нас, сюда войти. В общем-то говоря, что у нас здесь? А, дверь открыта. Отлично, блин. Да. К сожалению, тут типа стекло, мы не можем пройти туда. А здесь... Это такая ванна. Больше на джакузи, наверное, чем ванна. Да, я, конечно, рофлюсь от отражений в зеркалах. Не знаю, на что рассчитывали авторы игры, конечно. Что зеркала тут вообще реалистично не выглядят. Так, давайте, ладно, выберемся из этого особнячка. Я, конечно, я бы такое хотел. Он офигенный. Так, а мы тут были? А, это выход. А здесь мы были? Вау. Это на студию похоже. Ну, хотя это просто чья-то комната. Ладно, давайте перейдем в другое здание. Будем, короче, тпшкаться. Не будем постоянно же мы ездить туда-сюда. Чтобы быстрее было, мы будем телепортироваться. Так, давайте пойдем отсюда. И перейдем к какому-нибудь зданию поинтереснее. Например, вот этому. Я знаю, что у нас был офис Light Invader, лаборатория CUR и много чего другого. Мы посмотрим большинство зданий, которые были в сюжете точно. Так. Куда бы нам дальше сходить? К сожалению, здания никак не пишутся на карте. То есть, просто надо... То есть, просто типа угадывай, куда что ведет. Но если ты разбираешься в городе, то можно и понять, куда что приведет. Это у нас что за здание? Да, блин, опять тоже особняк какой-то поди. Ну, давайте заглянем, ладно, почему бы и нет. Жалко, что вот те здания, которые вот маркером вот этим синим помечаются. Другие люди не попадут. Эта дверь заперта. А как насчет этой? Ого, офигенно. Кроме нас, к сожалению, никто не попадет сюда. А это, видимо, знаете-ка, чего? На что похоже? Это, видимо, квартиры. Квартиры, которые можно покупать в GTA Online. Телевизор включить нельзя? Нет. Хотя, может быть... Может быть, нельзя включать из-за того, что мы играем за Андреса Санчеса? Хотя, с другой стороны, если ты не наш дом, то и Майкл, и Тревор, и Франклин, наверное, тоже... Опа! Можно что-то сделать. Можно посмотреть в телескоп. Интересно, интересно. Можно понаблюдать за городом. Это единственное, что мы можем делать, да? К сожалению, походу, да. Короче, что у нас еще есть? Это. Что у нас здесь? Тоже какая-то комната. Очень абсолютно выглядит так же, как и в предыдущей квартире. Так, отсюда мы, вроде бы, пришли. А как насчет этой комнаты? Это спальня. Спальня очень крутая. Это гардероб. Можно переодеться, если бы я выиграл в GTA Online за кого-либо. Такая же ванна, точно такая же ванна. Чего тут удивляться-то? Ну, давайте, короче, выберемся из этого места. И перейдем в другое. Где выход? Вот он, выход. Та дверь, это, наверное, другая, чужая квартира. А. Здесь выход из другой двери. Обалдеть. Давайте найдем, попробуем найти офис Life Invader. Может быть, он здесь? Ну, да. Давайте посмотрим. Он точно здесь где-то рядом. Рядом должен быть офис Life Invader. И мы его должны найти. Посмотреть. Мы в нем были в первом сезоне, в четвертой серии. Где-то, по-моему, в той стороне он должен находиться. Давайте съездим туда и посмотрим. А. Видимо... А, вот он, офис Life Invader. Я угадал, поставив метку туда, куда надо. Видимо, тут часть изданий из сюжета, оригинальный GTA 5, а другие издания из GTA Online. Уж вряд ли бы модеры бы что-то свое бы придумали. Это офис Life Invader. Уступите дорогу, пожалуйста. Здесь у нас еще есть такого интересного. Здесь есть вот такая вот комната. В нее в сюжете заходить не нужно было. Что за... Какого черта? Почему здесь стена? А с другой стороны ее не видно. Ну что же, здание проработали. Эта дверь заперта, к сожалению. Зона Йоги. Зона Йоги недоступна. Тэч. Это недоступно. И это, видимо, тоже. К сожалению, да. А сюда мы можем войти. У нас здесь Life Tomorrow. У вас не хватает денег, чтобы купить газировку. Даже с помощью Чита нам добавить деньги. Играть за другого персонажа. Типа нам скажут, что у вас все равно не хватает денег. Но очень печально. Но, в принципе, нам это не нужно. Здесь вот это вроде бы официальный главный вход. Отсюда надо было, видимо, заходить. В этот офис. Если подняться сюда. Здесь у нас красиво все выглядит. Пуфики стоят. А здесь у нас что? Здесь нельзя войти. Очень печально. Тут люди за компами сидят. Вот здесь. А, она открывается. Ну-ка, давайте зайдем. Интересно, интересно. Тут телевизор стоит. Да, извините. За каждым, может быть, за компьютером можно посидеть. Вот насчет этого я не знаю. Давайте вот в эту комнату зайдем. Вот сюда мы вставляли... Чип в устройство. О, можно в компьютер зайти. Только если я играю за Андреаса Санчеса, то что будет интересно? К примеру, из новостей. Не может быть. Стив Хейнс убит. Я обожаю знак Урая. Где эта новость была? А, вот. Я обожаю знак Урая. А как вы думаете, акция ЦУР или месть бандитского мира? Ну, Тревор Филлипс убил Стива Хейнса. Несовместимо. Мы сейчас играем, потому что Андреас Санчес уже мертв к тому времени. О, а сюда мы не заходили, кстати. Правда, я не могу сюда зайти почему-то. Ну-ка, может, с разгона попробовать зайти? Давай, развернись. И... Нет, нельзя зайти, к сожалению. Ладно, давайте пойдем отсюда. Пойдем к другому зданию. Хотя, если бы мы выбрали бы... Ой, ты че? Если бы мы выбрали бы концовку... Да что ты, ё-моё. Если мы даже бы выбрали концовку убить Майкла или убить Тревора, в новостях бы все равно появилось сообщение, что Стива Хейнс убит. Почему? Это, видимо, ошибка разработчиков. Ну, может быть, Стива Хейнса кто-то другой убит. Ладно, давайте перейдем к какому-нибудь еще одному интересному зданию. Давайте связанным сюжетом из зданий перейдем. Например, вот сюда. Вот здесь у нас что находится. Давайте телепортанемся и посмотрим. Так, это... Что у нас? А-а-а! Это дом Мартина Мадраса. Давайте зайдем к нему, посмотрим. Жалко, что нельзя зайти через дверь. Да, это... Да, в катсцене использовалось. Использовался его особняк. К сожалению, через эти окна ничего не видно. Да, только в этой комнате можно побегать. В другие двери зайти нельзя. Я пробовал уже. Неплохими понтами оброс тут этот мексиканец. Очень даже неплохо. Дом у него только, походу, одноэтажный. Но, тем не менее, очень уютный. Шикарный. Ну-ка, если обойти. Три гаража у него есть, обалдеть. Так. У него тут кто-то другой за столом сидит. Кто-то такие? Это его люди, наверное. А здесь у нас что? Типа такая кухня под навесом. Можно играть в гольф. Обалдеть. Просто невероятно. Блин, что-то темнеет. Давайте перейдем к другому зданию. Например. Вот сюда. Посмотрим, что находится здесь. Давайте перейдем к другому зданию. Давайте перейдем к другому зданию. Перейдем к другому зданию. Ой, полиция. Надо выключить, наверное, полицию. Чтобы она нам не мешалась. Это, видимо, запретная зона. Так, давайте... Да ты чё, ёп... Нормально спрыгнуть, что ли, не можешь? В оригинальной GTA V без мода эта дверь будет всегда закрыта. А с этим модом они откроются. И это та самая лаборатория, которая была в миссии под названием Афера, где мы крали нейротоксин. Здесь даже сигнализация вон включена. Правда, она не пищит. Лаборатория очень большая и... В принципе, обезьян, кстати, нет почему-то. Кстати, когда мы в миссии Афера, мы в эту лабораторию попадаем через решетку под водой. Мы под воду ныряем, и там решетка находится. И вот когда в GTA V, в оригинальной, после окончания сюжета, ну или после вообще этой миссии, если туда зайти, там опять появится эта решетка срезана. А с этим модом там не будет решетки. Можно будет снова пройти под водой. Давайте посмотрим еще какое-нибудь здание. Например, вот это. Будем просто телепортироваться туда-сюда. И смотреть каждое здание. ТПшкаемся сюда. Это какой-то трейлер. О, а сюда зайти-то нельзя, может. Может, другой стороны вход есть. Ну-ка. А, да. В гараже только. Мастерская, видать, какая-то. Видно что-то, что там есть что-то. Ну, туда не пробраться. А что это гараж? Только гараж и все, что ли? А в дверь зайти можно? Она с той стороны есть хотя бы? А, ее загородили. Вот почему нельзя открыть ее. Ладно. Переходим к другому зданию. Например, вот сюда. Посмотрим, что здесь. Это похоже на на какой-то дом. Давайте зайдем в бой и посмотрим, что находится внутри этого дома. Ух ты! Неплохо выглядит. Только я что-то других комнат тут не вижу. Не знаю, почему. А, вот! Вот же! Я что-то пропустил. Должно быть, хозяин этого дома явно гордится им. Так, сначала этот этаж посмотрим. О, это на спальню похоже. Это спальня. А здесь ванна, да? Ну да, это ванна. Унитаз. И такая вот ванна прям посередине. Едушек, конечно. Может быть, это тоже, скорее всего, квартира для GTA Online. Ну-ка, посмотрим, что еще ниже находится. Это похоже на массажное кресло. А здесь что? Такая же комната, как и в двух предыдущих домах. Интересно, интересно. Ладно, давайте тпшимся прямо отсюда вдруг. А, не получится. Надо выйти из здания, чтобы куда-то тпшимся. Так. Я застрял, походу. А, нет. А, это дверь. Я думал, я застрял. Так, давайте перейдем в еще какое-нибудь интересное здание. О, вот сюда давайте. Я, кажется, знаю, что это за место. Так, телепорт сюда. На маркер. Да что ты, е-мое. Это похоже на квартиру Флойда. Временное жилище Тревора. И теперь, после миссии... В миссии... После миссии свободное падение, это жилище становится недоступным. После миссии Афера Тревор возвращается сюда, и там уже Дебра появляется. Тревор убивает их обоих, и дом уже становится недоступным. Но, однако, теперь... С этим модом можно сюда снова вернуться. Правда, жить... Правда, сохранять игру здесь нельзя. Так, что у нас, короче говоря, это спальня. Тревор мог спать здесь. А здесь у нас... Это тоже спальня, но не наша. Так, а здесь у нас ванна. О! Хе-хе-хе-хе-хе. Чё это так? Что это за кукла? Непонятно. Закрой, пожалуйста. До свидания. Хе-хе-хе-хе. Так, я... А я не понял. У нас неувезуемость-то... Включена неувезуемость. Это швейная фабрика. После... В одной миссии Лестер поджигает эту фабрику. Ну, процесс пожара нам нигде не показывают, но в конце Лестер разливает бензин. Здесь. И вот после той самой миссии, если сюда вернуться, видно, что это здание будет сгоревшим. Ну, с этим модом оно не будет сгоревшим. Сюда можно вновь зайти. Интересно, интересно, интересно. Ещё какое-нибудь сюжетное здание, давайте посмотрим. Какое же у нас ещё было интересное здание. Давайте посмотрим... Например, вот это. В пустыне тоже было довольно много интересных зданий. А, это тоже чей-то дом. Если вы захотите сами его изучить, а я хочу что-нибудь найти поинтереснее. К примеру, вот это. Телепорт. О, мы попали. Ну, я знаю, куда мы попали. Это дом... Это ферма братьев Унил, которую сжёг Тревор в миссии под названием Ледяной Лабиринт. Восьмой серии первого сезона. Да, и... После... Той миссии этот дом будет сгоревшим и войти в него нельзя. Но когда установишь этот мод... Этот дом вновь восстановится и появится. И по нему можно шариться. Здесь, конечно, много чего подлежит ремонту. В этом доме. Ладно. Дом не сильно-то маленький. Если заходите, сами его изучите. Что у нас ещё было такого интересного? На-на-на-на-на-на. Давайте посмотрим, какие у нас ещё были здания. Интересно. Это дом Франклина, да? Давайте посмотрим. Давайте тпшнемся туда. А, впрочем, можно на Франклин Хаус переместиться. И можно зайти же сюда, да? Нет, зайти сюда нельзя. А, нет, можно. Можно. Можно, можно. Когда мы ставим этот мод... За любого персонажа, играя, можно зайти в дом любой чужой. Да и, в принципе, из-за любого главного героя тоже можно зайти. И бегать, и оружие даже внутри носить. Но гараж, правда, не откроется. Даже, например, вот если выбрать концовку убить Майкла, то дом Майкла не будет доступен ни для кого. А с этим Моно будет. Это я не знаю, что за место. Но, в принципе, пофигу. В этот дом Майкла можно зайти, играя за другого персонажа. До того, как я поставил этот мод, за другого персонажа нельзя было. К сожалению. Что еще такого интересного тут есть? Я даже не знаю. Вот мне интересно, вот дом Девина Уэстона нам недоступен случайно? Давайте посмотрим, что вот это за здание. Маркер. Уберечить. Это не дом Девина Уэстона, это чей-то другой дом. Да, ты так красиво падаешь, что я просто офигеваю. Мне не нравится ночь, давайте ее выключим. И поставим на паузу часы. Вот где дом Девина Уэстона, я понятия не имею. Хорошенько попытался ударить его, блин. Сам упал. На, вот, наверное, заржет сейчас. Вот где дом Девина Уэстона, я что-то не знаю. Ну, дом Девина Уэстона нам никогда не показывали изнутри в сюжете. Поэтому есть шанс, что он недоступен, не будет доступен. Так. Какие у нас еще были интересные здания? На самом деле уже не помню. Давайте зайдем, я не знаю. Вот сюда давайте зайдем. Я не буду, конечно, все показывать, как я говорил. Если вы захотите, вы сами можете все изучить. Это у нас что за здание? О, мы прямо на трубе. Да, это серия крутых падений, конечно. Так, вот, видимо, через эту дверь зайти можно. Нет. Нет. А тогда как тут можно войти? Если не через эту дверь, то куда? Может быть, с другой стороны вход. Вот эти бочки, если в них выстрелить, то они взорвутся. Давайте попробуем это сделать. Оу. Я бессмертность, конечно, поставил. Так что мне ничего страшного. Что-то не вижу входа. Недоработанное, походу, здание. Ну ладно. Ух, посмотрим, что здесь находится. Это тоже чей-то дом. Ну давайте заглянем в него. Почему бы и нет? Ух ты. Интересненько. Должно быть, хозяин этого дома явно гордится им. Тоже, видимо, дом для ГТО онлайн. Я практически полностью уверен. Ну да, многие дома похожи, на самом деле, друг на друга. Вот это что такое, мне непонятно. Не очень-то это похоже на стекло, потому что там что-то расплывается. Твигается. Немного странно выглядит. Давайте выйдем отсюда и посмотрим последнее здание. И будем прощаться. Скачать этот мод по ссылке в описании сможете. Как установить, я надеюсь, вы разберетесь. Вот здесь что у нас находится. Телепорт. Это похоже на... Банк. На федеральное хранилище. Ну-ка, может... А, это, видимо... Вот здесь, я помню, миссия проходила... Миссия федерального хранилища проходила здесь. Я помню прям... Что мы бежали откуда-то оттуда. Опа. На карте... На мини-карте также показывается... Маркер, куда мы можем зайти. Здесь... Нет, сюда нельзя зайти. Видимо, надо спуститься. Давайте спустимся. Так, ну здесь... Яма... Яма сделана, кстати. О, вот парковка здесь. Давайте зайдем. Куда нам... Где маркер этот находится? Здесь. Маркер находится... Откры... Сизан, откройся. Откройся, я сказал. Какие-то странные двери. В общем, это федеральное хранилище. А, этот лифт у нас ведет... Вот сюда. Это сейф, где находится все наше золото. Ну как сейф? По-моему... Где-то вот тут мы бурили стену. Да, все верно. Именно тут. Если выбрать вариант... Тонко грабить федеральное хранилище, то мы притворимся инкассаторами и будем спускаться вместе с человеком вот по этому лифту. Заходим сюда, забираем золото. Но мы там встретимся с Мари Уэзер, конечно, и все такое. В общем, такое вот федеральное хранилище. Интересное. Довольно. Ладно. На этом все. Если вы хотите посмотреть больше заданий, то скачайте этот мод по ссылке в описании. Ну а с вас лайкос подписовцы, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мои запасные каналы и на группу ВКонтакте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok